Приветствую вас, друзья и недруги. Продолжаю выкладывать бэкстейдж своей программы «Золотая рыбка». Вчера, еще до начала эфира, пока выставляли свет, Владимир Левкин рассказал забавный эпизод про то, как Барри Каримович ему... Я спросил насчет щедрости продюсера, насколько Алибасов был щедрым. Вот он такой вот эпизод рассказал. Свою отдал мне за 10 тысяч долларов. Я на ней долго катался, пока она не сломалась. Это пример щедрости? Да, один из примеров щедрости. Потому что она стоила дороже 10? Она? Да. Ну, она же тогда ничего не стоила. А что это машина? Мерседес. О, ну Мерседес всегда что-то стоит. Ну, он всегда что-то стоит, конечно. Это какие годы были? 90-х там какой-то. Я не помню. Ну, на нашные еще годы. Молодец. Я удивился, здесь послушал интервью твоё, что удивился, что у них с Шукшиной реальный такой роман. Я думал, что это чисто пиар акции. А так я понял с твоих слов, что там реально были отношения и чувства. Однажды, когда Лидия Николаевна появилась, ну, так скажем, в жизни коллектива, он пришел и сказал, я эту женщину любил всю жизнь. И он реально это так говорил, проникновенно абсолютно. Кстати, когда Лидия Николаевна появилась, он немножко... Помягче. Помягче стал. То есть, это не Йоко он. Нет, он, как-то сказать, он стал более мягким каким-то... Выбирал слова. Вот что интересно, выбирал слова. В смысле не мотивация? Нет. Так-то мог вообще там обложить. Нет, он знатный тролль. Он потроллит. Я помню, когда Атар Кушинашвили пришел, ну, если это, ко мне, я его на Славянский базар отправлял. Да. И я дал телефон, я говорю, свяжись с Барри. И Барри его прибирал. Он же, Атар тогда еще был. Конечно. Не пуганный, не опытный, не знал. Он говорит, мне, говорит, Барри, конечно, сказал, что перед тем, как к нему идти, надо подмыться хорошо. Да-да-да. Я говорю, дайте его стабильные шутки. Я говорю, когда Атар появился на Славянском базаре, там сразу все было. Я говорю, не с это все. Просто троллинг. Конечно. Да. Хорошо. что нужно